Старый комментарий Виктор Григорьевич с праздником вас Великой Октябрьской социалистической революции. Для меня это не может быть праздником, но вообще для любого разумно мыслящего человека фактор уничтожения вашей государственности не может быть праздником. Вот вы уничтожили свою государственность на потеху тем заказчикам, которые сказали, давайте уничтожьте свою государственность. Вы потеряли в развитии в экономическом, вы сдали позиции свои в мире, скатились в этот водоворот псевдосоциализма, еще что-то празднуете. Это поражение, это не победа, это ужас, потому что произошло. Вы поубивали сами себя, миллионы людей были уничтожены, миллионы не смогли родиться. Какой тут праздник? Это траур. Для меня это не праздник. Это глубочайшее поражение... никакого приталкивания нет, так как нет центра для приталкивания, а без центра приложения приталкивание не работает. Без центра приложения сил приталкивание не работает. Ну как? Какой вам? Вам какой-то особый нужен центр приталкивания. Достаточно центра масс. Вот центр масс, он есть везде. Вы взяли объекты, да? У вас вблизи есть центр масс для двух объектов. Не понимаю суть претензий. Либо вы картинку, может, не представляете себе. Два объекта, у них есть центр масс. Это силы внутри, отталкивания, да? И внешний контур через телесный угол. Мы это все подробно описали. Вот каких-то вот этих проблем, связанных с какими-то вашими фантазиями, их нет. Ну, это просто люди уже как-то выпедриться, наверное, стараются. Те, кто не совсем еще понял, вот те материалы, которые мы даем, это единственное строго научное материало абсолютного качества. Вот это правда, это подтвержденная истина, подтвержденная фактами. Это точно так. А провернуть это никто никогда не сможет. Вы можете сообразить, что это именно так, можете не сообразить, это не принципиально. Если вы не понимаете, что это так, вы на затворках цивилизации в категории людей, не способных сосредоточиться, будете ковыряться и так далее. А те люди, которые понимают, что это единственная реальная физика, единственная достоверная физика, те люди имеют шанс идти по пути развития цивилизации в технологическом направлении не методом научного датыка, а методом теоретического освоения и практического развития технологии на базе теории. Все. Если вот так вот разделить, отдельно людей, которые не смогли сосредоточиться, остались на этом уровне, и отдельно, которые поняли, осознали, создали свою систему образования и пошли открытым путем, это будет просто отрыв стоячий и ракета. Это разные вещи. Просто должна накопиться какая-то критическая мыслительная масса, чтобы это уже осуществлялось на уровне правительства, на государственном уровне. Осваивалась достоверная физика, развивались достоверные материалы. Вранье надо просто из узов убрать. Тогда все, отрыв. Если наше государство это сделать, будет отрыв по нашему государству в технологическом развитии. Далее. А есть пруфы, что пространство – погнущийся объект. Ну, давайте создадим для вас пруф, если вы этого не понимаете. Вот мы берем пространство, договариваем, какие у него свойства есть. Объемность, сместительность, свобода к перемещению. И одну из этих свойств мы погнуть не можем. Свобода к перемещению. Можем погнуть свободу к перемещению? Нет, не можем. Объемность можем погнуть? Не можем. Физически как-нибудь она может погнуться объемностью. У объемности нету свойства, нет возможности прогнуться. Вот. То есть, теперь давайте проведем эксперимент. Специально вот давайте погнем, что-то не вышептываемое в пространстве. Взяли вот так вот за угол, погнули, погнули, погнули этот кусок пространства и провели мышкой. На мышке это никак не сказалось, да? То есть, экспериментально доказано, что после погнутия пространства, мы погнули пространство, провели мышкой, ничего не поменялось. То есть, гни, не гни. Бесполезно. Более того, вы не можете вышептать, что должно погнуться в пространство из реальных свойств. Вот из реальных свойств ничего погнуть невозможно. Нет такого объекта, который может гнуть. А в вольном воображении вы можете что-то там гнуть, но это не имеет отношения к реальному пространству. То есть, вот вам, пожалуйста, ловите проф. Просто пространство провели мышкой, погнули пространство, провели мышкой. Вот вам проф, что пространство не гнущийся объект. Если вы на каком-то другом изогнутии, пожалуйста, расскажите нам о каком изогнутии. Вношение кирпича тоже не мешает мышке. Вот гирь вы поставили, точно так же мышкой вы провели. Вот вам еще один проф. От массы тоже не зависит. Вот мышка летает, вот я масса, да, тоже там 100 килограмм во мне. Вот она пролетела вокруг меня, мышка. Я ушел в сторону, она опять пролетела. Не зависит от массы. Нет такого внесения массы в квартиру. Не погнуло пространство в квартиру. Мы можем много мебели сюда занести. Оно не погнулось. Мебель обладает массой. Это пруф. Вот вам пруф. Квартира, мебель. Не погнулось ничего. Пруф. Эксперимент. Вы взяли, внесли. Или если вам надо, чтобы эксперимент предоставили именно британутые ученые, написали об этом эксперименте в британутом журнале, только тогда до вас начнет доходить, это уже не ко мне вопросы. Это вопросы к общей селенской британутости среди наивных людей. Ну да, напоминаю, что до миллиона подписчиков нам остался всего один миллион подписчиков. Поэтому, если не подписались, подпишитесь. Если вы можете что-то сделать для того, чтобы нарастить количество наших подписчиков, сделайте, разместите где-то наше видео, разместите призыв, помогите людям подписаться. По тем комментариям, которые говорят, что количество подписчиков и количество лайков у кого-то есть отписки автоматические, которые отписывают нас от этого канала, ну, возможно, так оно и есть, но проверить пока возможности нет. Просто неоднократно попадались эти сообщения, что по подписке, по уведомлениям, по лайкам что-то не срабатывает. Да, количество подписчиков почему-то действительно зависло вот на этом уровне. Это либо регулировка какая-то, либо действительное положение хода вещей, положение вещей, не знаю. Подписчики нам нужны. Потому что мы в этом все заинтересованы. Вот мы заинтересованы, чтобы наша цивилизация шла разумным путем развития. Чтобы никакие со смещенным центром мышления люди не могли нас увести в дебли маразмы. Мы достойны, чтобы жить в разумном обществе. Стал пересматривать ролики по второму кругу. Помню, что смотрел уже этот бред оппонентов. Тем более, знаю, что не пропускаю ни одного ролика Виктора и всегда ставлю лайки, зная, что аккаунт Google и YouTube тот же, что и 10 лет назад. Других аккаунтов просто у меня нет у меня для всех моих устройств. А лайка моего нету. Ставлю заново лайки на те же видео, которые я уже смотрел и лайки уже ставил. YouTube убирает лайки по прошествии 5 и более лет. У меня очень хорошая память на подобной весе. Я работаю с огромным количеством контента уже более 30 лет. А Виктор мой кумир в плане логического мышления. Логика – это мой конек, я в этом силен. Я к тому, что YouTube занижает ролики Виктора и уменьшает лайки его видео. YouTube работает. На центрах славы он работает. Возможно, я не знаю. Если вы уверены, значит так оно и есть, наверное. Возможно. В любом случае, надо что-то думать, как это делать. Тут попал здесь материалы по тому, что Ломоносов мир. Ой, миф. Что заслуги Ломоносова, не мифические. Так далее, так прочее. Я немножко посмотрел. Это была такая болтовня человека, который на демагогическом уровне, притягивая за уши обрывки информации, пытался деструктивно как-то опустить Ломоносова ниже уровня. Ну, если дойдут руки, уделю внимание этому ролику, объясню. Ну, пока принцип такой. Вот. Можно вот эту вот мышку сделать хорошей, плохой просто от демагогии. Наблевать ее грязью. Она будет в глазах млекопитающего, слабомыслящего, становиться плохой. Хвалить ее, она будет становиться хорошей. На самом деле, эта мышка какая она есть, ни лучше, ни хуже. Поэтому вот на такие пустые потоки слюней, если у вас слюни закапали, соплями их вытрите и успокойтесь. Вот. Насчет безмассовости поля. Возник вопрос, как измерить массу воды, находясь в толще океана, если из измерительных приборов только рыболовная сеть. гипотетически. По-моему, мы это уже обсуждали. Ну, давайте на всякий случай, раз вопросы повторяются, или проговорим. Вы, когда измеряете массу материи, вещественной, ну, допустим, кусок сыра, вес куска сыра, или массу куска сыра, вы измеряете массу этого куска совокупно с его полем. То есть, вы уже имеете результаты для двух объектов. Вот сыр и поле, которое его окружает. Поскольку вы оперируете массой сыра, и учитываете ее применительно к сыру, то, собственно, на этом проблематика вопроса-то и заканчивается. Никакой дополнительной массы в этом поле, окружающем, сыр нет, иначе бы оно у вас все равно оказалось учтенное через те же самые измерительные приборы на весах в том же самом сыре. Дальше, взаимодействуя под понятием масса, вы и под, в том числе и под энергетной массой, вы как раз воспринимаете то количество вещества, заключенного в этом объеме, и его свойства. Вот. То есть, вы под массой подразумеваете то, что входит вот в этот объект, в границы того объекта, причастны к этому объекту. Вы непосредственно имеете возможность взять и вычислить массу этого куска сыра, но никакого сопротивления дополнительного от куска поля окружающего этот сыр, имеющий массу, дополнительными какими-то схемами, вы не имеете возможности, потому что оно фактически отсутствует. А раз что-то объективно отсутствует, мы сознаемся. Мы говорим, да, у сыра есть масса, а сбоку сыра, справа от сыра, дополнительной массы, висящей в воздухе, невидимой нет, потому что то, что невидимо, не взаимодействует, оно здесь причастия так никакого не имеет. Поэтому с этим вопросом ситуация такая. Здравствуйте, вы слышали по Ирине П. Фамилия тут полностью произведена. Как вы считаете, она реально общается с неземными цивилизациями? Очень интересно было послушать вашу с ними беседу. Может, попытайтесь связаться с ней или с ними для организации подробной беседы. в том, что я вам скажу. Ну, вообще, вот интереса не представляет, но я зашел к этой Ирине П, поглядел, что происходит, что он обещает. дошел до момента, где она через трансляцию вот этих неземных цивилизаций пришла к технической части, физической, сделал четкий определенный вывод, что это генерация наукообразного текста, не имеющего содержания. И как бы на этом все закончилось, дальше уже не смог смотреть. В принципе, в принципе, ну, что и требовалось ожидать, это все ну, игра на чувствах микропитающих. Ну, человек, домохозяйка, хочется ей как-то в этом участие повеселиться, самоутвердиться, постричь копеечку какую-то. И она исполняет гораздость. Другие там девки за чашкой чая сказали, о, эрка, ты могешь. Распушили ушки свои и заслушались. В результате, ну, количество домохозяек увеличилось. Но информативного там ничего нету, поэтому ссория. Можно ли узнать ваше мнение по поводу формы Земли? Можно считать, вероятность ли то, что будущий житель планеты Земля, я могу считать ее плоской и формой сферы одновременно. перпендикулярно меняя на плоское относительно взгляда из околоземной орбиты, она воспринимается по-другому. Это уже хватит. Уже хватит. Отдельно мы беседовали с плоскоземельщиками, с различными их взглядами, формами. как житель Земли вы можете считать ее плоской в приближении свереческо-шарообразной, объемной, на удалении. Это в принципе нормально. Является ли она в тот момент, когда вы вблизи к ней действительно плоской, меняется ли что-то? Ну вот отметание млекопитающего по космосу ничего не меняется, поэтому просто темы плоской Земли оставляем людям, которые не смогли сосредоточиться. По поводу диалектического материализма единственное, что плохое в нем, как я понял из высказывания Виктора Григорьевича, это то, что Советский Союз принимал таковое за единственно правильную философию. Плохое в диалектическом материализме. Вот диалетика это краснобайство. Это возможность доказать, что черное это белое, а белое это черное. Есть ли в этом какие-то плюсы? Для оскотиневания стада в этом есть плюсы. Вы можете доказать любому стаду, что белое это черное, и черное это белое. Все. С точки зрения развития цивилизации, это лютый бред, он не имеет значения. Цивилизация должна развиваться разумным способом, а не через вранье. Так вот диалектический материализм, привнесенный за счет британских фондов на территорию Российской империи и поломавший своей безбрежностью маразм множество голов и лишивших их возможности сосредоточиться, это лютый вред, бредятин оконченный. Поэтому всех вот этих иродцев, которые придерживаются диалектического течения, это однозначно слабоумные люди. Ведь логика только одна, она не связана с диалектикой. Диалектика это не логика, это маразм. Вот если люди могут логично мыслить, они мыслят без диалектики. Да, все, кончено. Логично мыслят без диалектики. Тут дальше обсуждать нечего. А если он мыслит диалектически, то он наплевал на логику, он не может сосредоточиться. Тут обсуждать нечего. Либо логичные люди, либо идиоты. Вот диалектики это идиоты. Все. Если вам это было непонятно в течение долгих объяснений, если это действительно вам нужно объяснять еще раз как-то отдельно, напишите, если количество таких будет достаточно, я сделаю. Но в целом это уже по-моему исперченная тема. Утверждение о том, что коммунисты устроили резню на территории Российской империи, не считая верным. Ну вот, что сказать на это-то, уважаемый Игорь. Ну не считаете вы верным, да? Вот это вот как боку отрезали голову, расшленили, сделали из него мяско, да? Вы не считаете это верным. Ну ладно, ну это я в домике закопал голову в песочек. Ну не считайте верным, что есть нужные факты, что была резня на территории Российской империи. От того, что вы считаете это верным, не считаете. Там по категориям есть, сколько казаков выбили, сколько священников выбили, сколько такие-то сословия выбили, и вы не считаете это верным. Чего? И слов Литра Григорьевича, что действительно была масса иностранных агентов влияния в Советском Союзе, так может именно с ними боролись, по крайней мере в сталинскую эпоху. Агенты были однозначно, всякие Клары Цеткины, там прочие, Кагановичи, Троцкие, Ленин, это все агенты. В сталинскую эпоху да, в сталинской эпохе была. В сталинской эпохе это переход в сторону суверенитета, когда внешнее влияние в силу того, что изурпация власти Сталина произошла, внешнее влияние было ограничено. Мы пошли в направлении суверенитета под коммунистическим управлением, но в сторону суверенитета. И когда были сталинские очистки, они в основном были против в том числе Либерды, ну и в том числе попало под мясорубку очень много хороших людей, которые не поддерживали элементарно коммунистическую идеологию. Коммунистическая идеология это слабоумная, социализм по-коммунистическому это бред, социализм должен быть без коммунистического типа хозяйствования. Это же можно, ну почему вам не нравится просто социализм при рыночной экономике? Как бы они не жарели тех, кто вам не нравится, они платили бы такой налог на капитал на свой, что постоянно-постоянно проседали и финансировали общество, чтобы оно было на высоком социальном уровне. Но они умеют зарабатывать деньги, они умеют строить бизнес, талантливые люди, они умеют создавать эти производства, которые приводят к обилию товаров поднародного потребления, когда есть много хороших стиральных машин, холодильников и так далее, все на высшем уровне. Это частный капитал делает, зачем его уничтожать? Если убрать частный капитал и поставить коммунистов в дело в холодильнике, это будут плохие холодильники. Все. На коммунистическом типе хозяйствен это будут плохие холодильники. Вы с этим много лет могли иметь возможность убедиться, зачем вам надо бороться с хорошими холодильниками ради какой-то дурацкой идеи, принесенной Карлами Мырлами и этими Марксами из Британии. Товарищи коммунисты, я действительно считаю вас всех вредителями, не способными сосредоточиться. Вас честно обманули. Да, вы обмануты, вы зомбированы. Вы не можете какие-то вещи посчитать, вы в это веруете. Вы просто подумайте. В принципе, зомбировать можно кого угодно грязными информационными потоками. Это действительно вред. Коммунистическая идеология, вы просто не все понимаете, что коммунистическая идеология, кроме всех соплей о социализме, имеет в себе вреднейший фактор, способ ведения хозяйства, коммунишества, общественная собственность, на средства производства. С вами был Виктор Катюшек, канал Научный Трибунал. Подключайтесь, сделайте что-нибудь, поддерживайте. Это наше общее дело. Мы должны остановить скатывание нашей цивилизации под откос. Управлять миром должны разумно мыслящие люди. Среди вас, среди нас много разумных людей. Мы должны объединяться, мы должны что-то делать, хотя бы пока на базе этого информационного потока мы что-то должны делать. Подключайтесь, что-то делайте. Виктор Катюшек, Научный Трибунал. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено всякое возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катюшек, телеканал Научный Трибунал. Держи. veste Norman without юнгом сним вскрытие. Срут H а а